Мы знаем, вы слушаете Радио Болткома. Как встретились, так и поговорили. Я хочу, используя эфир, радио, которое я слушаю всегда здесь, в Латвии. Интересные люди, случайные встречи, неожиданные интервью. Знаете, что самое страшное? Самое страшное – это начать бояться. Для хорошей беседы не нужен повод, и время не имеет значения. Но место встречи изменить нельзя. Спасибо, ребят, вы очень круто. Наконец-то высказался, что-то. Только на Радио Болтком в любое время дня и ночи. Программа «Встретились, поговорили». Встретились, понимаете. Встретились, действительно, и поговорили. Замечательно, прекрасно, когда мы можем наконец-то снова встречаться с любимыми артистами, которые приезжают не просто так даже отдохнуть, а с концертами. Более того, с благотворительным концертом. Четверг, 12-го числа, в 19 часов в концертном зале «Палладиум» украинский артист Иван Дорн выступит, который сегодня в нашей студии. Здравствуйте, добрый день, Иван. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, Олег. Очень приятно. Здравствуйте. Ну, прежде всего, может быть, два слова о том, что сейчас могут делать музыканты для своей страны, потому что мы знаем, что ряд артистов даже пошли воевать с оружием за свою страну. То есть кто-то делает, организует благотворительные концерты. Вот как, ну, может быть, вы, ваши знакомые сейчас какую деятельность ведут? Судя по всему, музыканты у нас в стране делятся на тех, кто может быть бойцом на фронте, на военном фронте, и тех, кто может быть бойцами на сцене с микрофоном. Оба фронта важны, потому что оба максимально полезны. Нам нужны и деньги, вот, и нужна сила. Оба фронта поднимают дух максимально, потому что когда ты видишь, когда любимые артисты из твоей страны берут оружие и идут защищать свои земли, это очень вдохновляет. И когда мы со сцены говорим о том, что нам нужна помощь, да, и мы все равно едины, мы будем стоять до конца. И когда люди ощущают эту поддержку, это тоже поднимает, это тоже поднимает дух. Вот, соответственно, да, сейчас вот как-то так все пытаемся быть в каком-либо фронте, так же волонтерском, и вместе самоорганизовываемся и делаем все максимально возможное для того, чтобы не попасть в тюрьму всей стране, да, если это можно так метафорически назвать. А что ожидает публика на концерте? Какие будут вещи исполнены? Знаете, во-первых, в первую очередь публику ожидает благодарность за то, что мы ощущаем себя здесь, ну, почти как дома, да, за теплый прием, который делает нам Латвия, да и вообще в целом вся Европа. Для нас это очень важно, потому что большинство из нас не может сейчас попасть домой. Вот, и то, как у нас уютно здесь и комфортно принимают и заботятся о нас, об украинцах, это очень приятно и важно. И я бы хотел эту благодарность в первую очередь завтра выразить на концерте. Вот, во-вторых, я хочу, чтобы кроме нашей миссии, которую мы все будем там выполнять на своих концертах, еще была история определенной отдушины, потому что мы увидим друг друга с моими соотечественниками, со всеми украинцами, мы увидим друг друга, да, мы посмотрим друг другу в глаза, и это тоже важно, почувствовать себя немножко ближе к родному дому, увидев родные глаза, родных людей. Так что плюс еще одна миссия – это танцевать, танцевать врагам на зло, да. и тем самым говорить о том, что нас все равно не сломать, мы еще живы, дышим и даже можем потанцевать. Вот такая история. Нет ли так, что благодаря, к сожалению, трагическим событиям, вот вы говорите, миссия танцевать, там, с оружием вместо, с микрофоном вместо оружия, благодаря этим событиям весь мир больше и лучше узнает культуру Украины и там шли музыку. Спасибо, да, это действительно, ну, это контекст там, конечно, лежит, я просто забыл это озвучить, хотя на самом деле, конечно же, это самое важное, то, что говорит о том, что мы имеем свою культуру, имеем свой язык, своих артистов, свои ДНК, и это все распространяется через выступления наших артистов в Европе, через музыку, через художников и любых других деятелей искусства и культуры. Поэтому, да, это тоже очень важно, и сейчас максимально вообще это поддерживается. Многие из артистов делают совместные произведения с известными мировыми артистами, типа Pink Floyd, U2, Ed Sheeran и т.д. и т.п. В общем, все смотрят в сторону Украины максимально. Да и сейчас прошло вот первый этап Евровидения, там встречали же, ну, первый полуфинал встречали просто овациями украинскую группу. Ну, и мне кажется, что не может быть иначе. Во-первых, кстати говоря, и песня у нас достойная, я уверен, что Калуш, который представляет Украину в этом году, уедут с победой. У меня нет никаких сомнений. И это даже не политический аспект, просто то, что понимается контекстно, когда ты слышишь песню о Стефане, не может не задеть, никого не задеть. Вот, ну, это невозможно просто. Она слишком много несет в себя, слишком глубоко там все упаковано, очень много вещей, очень важных. Вот, поэтому европейский зритель и слушатель это все почувствует. Я уверен в этом. Ну, вот я не могу не спросить в связи с этим, ведь это привело, конечно, к отказу от российского рынка, который для многих украинских артистов был тоже, ну, вот, большая часть зрителей и так далее. Вот, как у вас, вот, ваше мнение и вот ваши коллеги, как относятся к тому, что прервали связи, и понятно, что это может надолго? Наши коллеги, какие коллеги? Коллеги в Украине? Да, в Украине, да, я имею в виду. Ну, мы все вместе скооперировались, это была такая централизованная идея, которая просто собрала всех и сказала, давайте мы достанем нашу музыку из стриминговых платформ в России, потому что прослушивание этой музыки, по факту, платит налоги в Российскую Федерацию, а налоги тратятся на войну. То есть мы максимальными способами пытались минимализировать вообще заработок России на нашей музыке. То есть это не потому, что в первую очередь мы не хотим распространять нашу музыку в России. Может быть, это было бы полезно, кстати говоря, распространять нашу ДНК, украинскую культуру, но для того, чтобы они все-таки задумывались о том, что у нас суверенное свое государство со своим языком, со своей историей, со своим прошлым, будущим, со своими ценностями, нравами, моралями. Это все слышно в музыке в любом случае. Плюс она отличается. Было бы классно все-таки, но таким образом еще распространять. Но если бы это не собирало деньги на войну со стороны Российской Федерации, а так как это происходит, мы как бы достали. Потому что, конечно же, есть адекватные люди, есть адекватные люди, но они, к сожалению, ничего сделать не могут со своей страной. Я имею в виду Российской Федерации. Многие из них уехали, многие отсиживаются на диванах, боятся, понимают, что они абсолютно бессильны во всей этой ситуации. А так украинская культура, которая бы распространялась на Российской Федерации, возможно, могла бы каким-то образом еще и противостоять этой пропаганде. Мужика все равно же заставляет задумываться, как и любое другое искусство. Но, к сожалению, достучаться достаточно сложно. Пропаганда очень тяжелый слой. Это, ну, короче, все равно, что там, мне кажется, ну, это болезнь, это вирус. И его просто так не пробьешь. Поэтому мы приняли решение, да, все-таки достать нашу музыку оттуда. Хотя есть мнение некоторых, ну, вот говорят, что вот какая бы ни была пропаганда, но вот если у человека изначально, ну, в нем есть что-то, он не может стать, попадаться вот в какую-то античеловеческую, анти такой гуманной пропаганде, если в нем не было вот червоточинки изначально. Пропаганда потому и называется пропагандой, что именно так и воздействует. Все-таки меняет восприятие. Да, это достаточно странная история. Я тоже почему-то думаю, что ей подвластны люди, которые не могут критически мыслить, а все-таки нет. Потому что я даже слышал или там читаю какие-то посты, я не помню от кого, честно, но это, ну, посты написаны грамотно, правильно грамотной речью, но абсолютно не имеющие ничего, никаких отношений с реальностью. Вот, это, ну, как бы все. И я понимаю, какой слой, ну, как пропаганда все-таки искажает понимание реальности. Вот, ну, о чем можно еще говорить? Там закрыты все независимые медиа, да, или оппозиционные медиаблоки, запрещены невыгодные люди, убитые невыгодные журналисты. Это, блин, это же очевидно. В принципе, вот этот факт уже может как бы нивелировать эту пропаганду, но, блин, нет, почему-то это даже не замечается. Так что это очень тяжелая болезнь, которую я даже не знаю, как надо лечить. Ну, вот, казалось бы, умные люди, ну, вот тот же самый Шнуров, который становится просто рупором этой пропаганды, хотя кажется, ну, совершенно невероятным. Я просто хотел спросить, вот были ли случаи, когда вам пришлось, ну, действительно, отказаться от дружбы, от общения с людьми, которых вы раньше считали друзьями, ну, вот, из-за всех этих событий, именно в среде музыкантов и вообще? Ну, знаете, я не то, чтобы взял и поссорился, я просто не общался. То есть мы там с тех пор не созванивались. Я думаю, что сейчас в этом нет необходимости. Должно пойти какое-то определенное время, должна закончиться война, мне кажется, и уже после этого мы будем принимать какие-то решения, смотреть на ситуацию. Вот, но пока мы просто даже не выходили на связь для того, чтобы высказать друг другу, там, свое к этому отношение, позицию, бла-бла-бла, потому что все очевидно. Вот, и из-за этого общаться нет смысла пока. У меня есть вопрос по ситуации до войны. В мирное время, последние годы, я вот обратил внимание, какой-то бешеный взлет украинской музыки. Вы со своими вечными экспериментами, ярчайшая Маруф, масса примеров. Даже не российская музыка, хотя, казалось бы, огромная страна, много талантов, невероятное количество денег. Именно Украина. Почему украинская музыка вот до войны, в этот период, там, последние, не знаю, 5-10 лет получила такой взлет? 14-й год, Майдан, революция, это всегда катализаторы взрыва, для взрыва культурного слоя. Потому что есть о чем высказаться, есть, что наболело, это всегда внимание на внутренний рынок. И когда есть внимание у аудитории на внутренний рынок, да, и он становится больше, сосредоточеннее, тогда, собственно, начинают прорастать новые имена, новые герои в искусстве и культуре, которые еще и свежие, которых поддерживают во всех начинаниях. Поэтому, собственно, происходит эта история. Плюс мультикультурность нашей страны разная, абсолютно. Тоже дает возможность быть нам разнообразными. Плюс свобода. Свобода очень важная история, потому что она проявляется в музыке. Свобода – это в том числе отсутствие определенных рамок внутри культуры, внутри искусства. Соответственно, ты можешь абсолютно сам лепить свое произведение, независимо от того, что требует. Там формат и все остальное. И вот эта свобода тоже дает возможность быть украинской культуре более заметной. Потому что в России такого нет. Все-таки в России формат достаточно очевиден, и он определяет законы. В нашем же случае мы всегда были, почему украинская культура была заметна, именно потому что она была прогрессивней по своим качествам, по форме своей, по структуре, по всему. Это было что-то более свободное. Поэтому я, собственно, с этого слова и начал. Мне кажется, это вот первый критерий, который определяет, почему, собственно, украинская культура вот так вот заметно выросла за эти 10 лет. И после войны, и вот сейчас в том числе, это будет еще больше происходить. Потому что, опять же, вот этот катализатор военный, вся эта история, она потом сублимирует в новое открытие, новые имена, новую свежую музыку и другие искусства. Говоря о сублимации, о переживании последних двух месяцев, как отразились на вашем творчестве, что новое появилось, вдохновленное войной? Я, кстати говоря, наоборот, пока в ступор упал. Во-первых, я весь предыдущий год писал альбом. Альбом русскоязычный. Альбом о счастье, о поиске себя, о каких-то, в том числе, заблуждениях внутренних. Но в целом он был очень такого happiness настроя. И сейчас он стал неактуальным. Стал неактуальным, мне кажется, даже не на какое-то короткое время. На несколько лет. И это ввело меня в ступор, потому что я потратил всего себя. Я писал всего себя за прошлый год. Все время писали этот альбом. Вот в феврале должны были все свести, уже детализация пошла. А началась война. Он даже не вышел. Он не вышел, он не успел выйти. Мы в марте должны были. Были же отдельные синглы. Нет, 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 это не из альбома. Альбом готовился вообще в отдельном концепте. Абсолютно новое для меня лично слово. И он не успел выйти, он должен был в марте выходить. В феврале началась вот эта полномасштабная война. И все, я исписанный. Пришел в Новый год. И я еще как бы в ступоре из-за этого. В таком немного творческом коматозе. Ну, потихонечку будем выходить в любом случае. Надо время. Сейчас я в основном трачу свое время на то, чтобы давать этот благотворительный тур. Собирать деньги. Помогать стране. Ну, и как бы сейчас все это делают. И поэтому времени особо на творчество нет. Так что время покажет. Но находит отражение вот эти события двух месяцев у других вот украинских музыкантов творчество? Какой-то подъем патриотизма. Да, да. Ну, подъем патриотизма, конечно, есть однозначно. Плюс вообще война объединила нас так, как никогда. Вот многие говорят о том, что какое-то вот такое удивительное, когда там выступают комики из конкурирующих компаний, когда Порошенко призывает поддержать Зеленского. То есть какое-то ощущение совершенно вот, ну, как бы того, что это сблизи. Так и есть, да. Но в этом на самом деле и есть уникальность нашей страны. Мы всегда могли собраться и сказать нет. Мы могли высказать нет своему государству всегда, да. Мы могли с ним общаться. У нас был диалог. И мы сами вершили свою судьбу по факту. И если нам кто-то не нравился, у нас не задерживались президенты на два срока. На три, на четыре. Это свобода, она как бы видится во всем. Вот поэтому мы, наверное, нас, я не знаю, как-то этот момент Россия не учла или не дооценила. То, что мне кажется, что именно то единственное, которое мы проявили, в большей степени является той причиной, по которой мы до сих пор остаемся свободны, не попали в заложники России, да. И делаем, вот это противо... И еще можем противостоять. И делаем это достаточно успешно. То, что высказываются три главные ошибки Кремля. Переоценить свою армию, недооценить армию Украины и поверить в собственной пропаганде. Ну да. Встречать как освободителей. Оказалось, все совсем не так. Да, да, российские власти этого просто не просчитали. И в этом наше счастье украинское. Потому что мы, как бы, имеем возможность сейчас отстаивать, держаться. Если, вот вы несколько раз упомянули, что когда закончится война, а если она продолжится, ну, то есть, вот сейчас все говорят о том, что, скорее всего, Россия будет, ну, концепция будет такой долгой, затяжной войны. Как она отразится на жизни музыканта? Потому что понятно, что вот в этом постоянном, как бы, военном состоянии, насколько музыка может звучать, вот когда звучат пушки. Я не представляю, как тяжело ребятам, которые сейчас в Украине упрячатся в бомбоубежищах из артистов, да, я не представляю, как они могут творить еще в это время. Но еще получается. Мастерская, кстати говоря, мое музыкальное издательство, которое осталось в Киеве, кроме того, что она сейчас очень активно волонтерит, и это в основном ее сейчас деятельность как раз в этом заключается, она еще успевает выпускать музыку. музыку артистов, которые присылают нам в мастерскую. Украинские артисты пишут, да, действительно, еще получается как-то во всех этих условиях. То есть, если сейчас получается, то, в принципе, я думаю, что будет получаться дальше. Это, мне кажется, тоже необходимо делать, потому что это, ну, это выплеск эмоций, извержение чувств, которые необходимо извергать, иначе можно сойти с ума. Поэтому вот так. Мы вот буквально за последние, действительно, эти два месяца узнали очень много о украинской культуре, музыке, потому что и приезжают люди... Не задолбали мы вас сегодня? Нет, вы знаете, наоборот, у нас с Олегом была даже утренняя программа, которая называлась «Киевское время», потому что мы действительно совпадаем по часовым поясам, плюс специальная программа, где мы рассказывали о каких-то моментах таких и культурных, и исторических, и кулинарии, и так далее. Ну, знакомить. Спасибо. То есть, ну, такая ситуация, как бы, да, понятно. И это действительно было удивлением. Мы вот в Латвии, вы на Украине, друг друга знаем, но недостаточно, и очень много всего, и к чему я все-таки приводил. Нет, я к тому... Но я просто, я вел, например, к тому, что для меня было открытием, что очень часто мы видели людей, которых мы считали, ну, просто уроженцы, грубо говоря, Российской империи или Советского Союза, которые, на самом деле, были украинцами, которые, ну, вот, мы как бы не воспринимали их вот именно как отдельно. И для нас было открыть, ну, не знаю, вот вчера вот Дмитрий Темкин, голливудский, пишущий музыку, саундтреки для Голливуда, который родился вот именно в Украине, ну, вот на территории Украины, и затем уехав в Америку, после революции он стал одним из величайших авторов музыки-квестерном, например. И когда его спрашивали, а как вы... Вот он говорит, что степь, это и есть степь, что в Америке, что вот в Украине степь. Да, ну, то есть вот это вот, действительно, вот то, что мы открываем для себя очень много интересного со стороны вот Украины, это, мне кажется, весь мир сейчас, да, переживает такое открытие Украины. Ну, как минимум, да, весь мир узнал, что такое, что эта страна такая, Украина, да, начал иметь более широкое представление о нас, о нашей смелости, о нашей свободе, независимости, о нашем географическом положении, возможно, о нашем происхождении, нашей истории. Однозначно, сейчас имена все больше, как бы, все больше и появляется таких именных ярлыков, которые связывают с Украиной. И это не только Кличко Шевченко, а также Усика Ломаченко, а также Джамала и там Антитела и разные-разные-разные люди, вот в том числе, там, Калуш, опять же, Вакарчук, деятелей много, покойный Кравчук, кстати говоря, тоже был всегда в большом уважении в мировом политическом сообществе, как и у нас в стране. В общем, да, сейчас миру есть, у мира есть больше зацепок, по которым они могут нащупать Украину и понять, что это за страна. Вот, и это прекрасно, честно говоря. Жалко, что к такой мировой известности мы приходим через военные действия Российской Федерации на нашей стране. Ну, мы победим, все будет хорошо. Мы искренне, действительно, желаем удачи тем украинцам, очень надеемся. Но, с другой стороны, ведь Украина потеряла сейчас огромное количество людей, которые уехали за пределы. То есть, насколько это тоже, по вашему мнению, потеря или это может быть какое-то, наоборот, ну, не знаю, расселение украинских идей по миру? Ну, это как стакан наполовину полон, наполовину путь. С одной стороны, это все-таки, это еще и распространение нашей культуры. Ведь даже если мы сейчас разъехались, да, и не все потом обратно вернутся, я думаю, что это все равно будет, ну, как бы мы все все равно будем украинцами. Потому что, ну, этого не скоренить, это во всем в нас, это у нас в ДНК. Поэтому это будет такое глобальное распространение украинской культуры по миру. Вот. Но я уверен, что все-таки большинство вернется, потому что, потому что родная земля, она особенная, она несет в себе особенные вибрации, делает нас украинцами именно потому, что ты проживаешь на этой земле, как и латыши становятся латышами, потому что они проживают на этой стране. Я, честно говоря, на этой земле, я, честно говоря, вообще связываю очень сильно географическое положение и вообще дух людей, которые живут на этой земле, происхождение языка, культуры и всего остального. Но это достаточно сложная история. Ну, то, что называется «гений места». Да, да, да. И, кстати, возвращаются. Последний, он буквально перед эфиром, там несколько минут до него, я новости пролистывал. Два с половиной миллиона человек уже вернулись в Киев. То есть город численно на треть восстановлен, ну, количество, которое было до войны поживающих. Да, да, в Киеве уже появляются пробочки, появляются потихонечку. Так работают рестораны, и, мне кажется, скоро будут, возможно, на западную уже, по-моему, Скорее остановилось, закончилось, и все вернулось к мирной жизни, к восстановлению страны. Да. К восстановлению заново, наверняка появится что-то новое. Да, конечно, будет еще лучше. Это же, опять же, двойная, это катализатор для… Я думаю, что у нас будут очень большие финансовые вложения со стороны заграничных инвесторов, которые просто приедут вкладывать в страну, которая просто максимально светлая будущее. Я думаю, что мы будем центром и IT, разработок и стартапов, а также каких-то других новых свежих бизнесов. И культуры, безусловно. И культуры, естественно, конечно. И помочь всему этому светлому, в прямом смысле, светлому будущему Украины можно завтра, например, на концерте Ивана Дорна 12-го числа в Палладиуме в 7 вечера. Это благотворительный концерт, хочется еще раз подчеркнуть. И спасибо большое Ивану за то, что он пришел сегодня к нам в студию. Спасибо огромное. Делает такое дело. Спасибо. Спасибо, Александр. Спасибо, Олег. Спасибо, Латвия.